Вчера было из такого, что привлекло наше внимание, оно, как ни странно, ну, такое самое, не знаю, там, не сенсационное, конечно, но самое такое необычное событие последних дней произошло, как ни странно, и военного плана, произошло, как ни странно, вне пределов Украины. Это вчера вдруг неожиданно провели испытания ракеты «Сармат», всюду ее показали. Естественно, все стали связывать с Украиной, с происходящим там, с войной. Действительно ли мы должны это связывать? А если мы должны это связывать, то что нам показали, что это означает? Я думаю, что непосредственной связи с боевыми действиями в Украине испытания ракеты «Сармат» не имеют. Дело в том, что эту ракету изготавливают уже, по-моему, 10 лет, пытаются ее создать, и испытания, летные испытания откладывались, ну, на протяжении последних двух лет. О них объявлялось, что вот мы в течение там каких-то недель или месяцев проведем испытания этой ракеты. Затем оказывалось, что все не готово, она летать не может. Ну и вот вчера, наконец, после, видимо, долгих мыторств, решения чистотехнических проблем и так далее, эту ракету испытали, она полетела, и вроде бы даже боевые блоки, ну, имитация боевых блоков долетела до испытательного этого самого полигона на Камчатке. Я повторяю, эта история очень давняя, она берет свое начало где-то в конце 70-х годов прошлого века, когда на вооружение российских, советской армии, прошу прощения, стали поступать ракеты, которые назывались, на Западе их назвали «Сатана», а в России их назвали «Воевода». Значит, последние модификации называли «Воевода». Это не СС-20? Нет, нет, это СС-18. 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 Не то, чтобы я хотел блеснуть, просто флешбеки из детства, когда употребляли «Сатана», у нас употребляли буквенно-цифровой название. История СС-20 – это отдельная история, очень интересная, она тоже уходит куда-то в 70-е годы в ракетный кризис в Европе. Ну вот, значит, последняя ракета этой модификации, последняя модификация «Воевода» была поставлена на боевое дежурство в 1991 году. То есть, ну, считайте, 30 лет тому назад. С тех пор эти ракеты уже дважды, как минимум дважды, выслужили гарантийный срок. Их снимали с вооружения. На протяжении последних 10 лет где-то снято практически около 300 ракет, осталось 46. Но проблема в том, что на этих ракетах установлены 10 боевых блоков, ну, 10 боеголовок. И, соответственно, это примерно треть всего стратегического арсенала России сегодня. Значит, их нужно снимать с вооружения и отправлять на утилизацию, потому что, ну, когда ракета или любое техническое устройство, сложное, дважды выслуживает технический срок, гарантийный срок эксплуатации, куда она полетит потом и полетит ли вообще, это совершенно непонятно. Пока ракета стоит в вертикальном положении в шахте, в ней происходит масса разных процессов, деформируется корпус, там могут потрескаться какие-то прокладки, какие-то трубопроводы. И, в общем, все это делает воеводы крайне ненадежными. И вот последние 10 лет на замену их делают ракету «Сарман», которая, по сути дела, является репликой этой ракеты. По всем тактико-техническим данным, по количеству боевых блоков, по запросовому весу, по дальности действия, эта ракета повторяет вот ту самую воеводу. А воевода, кстати говоря, ее спроектировали, изготовили в Украине, в Днепропетровске. Там очень мощный ракетный комплекс, производственный комплекс, называется Южный машиностроительный завод. Вот на этом заводе воеводы и изготавливали. Ну, а потом, после того, как Украина стала независимой, через несколько лет специалисты этого завода, они перестали технически обслуживать эти самые воеводы, которые стоят в России. Вот, да, но Путину докладывают, судя по всему, что «Сармат» – это некое совершенно новое оружие, чудо-оружие, что-то в этом духе. На самом деле это не так, я повторяю, тактико-технические характеристики, в общем, практически ничем не отличаются от воеводы. А насколько тогда она отстала от современных образцов подобного рода? Ну, тут трудно сказать, потому что… Ну, сообразна ли она тому, что находится на вооружении Соединенных Штатов, НАТО? Ну, у НАТО нет наземных ракет такого класса, а в Соединенных Штатах есть. Это ракеты, которые тоже, кстати говоря, требуются, Манитмен-3, которые требуются модернизировать. И в Соединенных Штатах уже, видимо, принято решение после долгой дискуссии не модернизировать и поддерживать те ракеты, которые стоят на пусковых установках, а создавать и развертывать нечто новое. Вот, видимо, такое решение уже принято, существует в нынешнем военном бюджете, в законе о военном бюджете, видимо, такое решение уже записано. Так что это ракеты примерно похожие по классу и по типу, по показателям на американские ракеты. Но дело в том, что в Соединенных Штатах главная ставка делается не на ракеты не наземного базирования, а морского. И вот ракеты морского базирования в Соединенных Штатах, они намного лучше, чем ракеты морского базирования в России. Ну, так исторически получилось. Советский Союз изготавливал и делал ставку на стратегические ракеты наземного базирования, а американцы делали ставку на авиацию и на морские ракеты, базирующиеся на подводных лодках. Ну, вот примерно такая ситуация. А скажите, пожалуйста, могут ли эти ракеты нести ядерное оружие? Конечно, да, это ракеты именно предназначены для ядерных боеприпасов. Я все равно пытаюсь привязать к Украине, уж извините, поскольку много говорится о том, и мы даже с вами планировали в начале недели поговорить, но как-то не пришлось, к слову, о возможности применения ядерного оружия в Украине или в ходе украинского конфликта, не обязательно на территории Украины причем. И, конечно, как бы вот совпадение того, что испытывают ракету, способную нести ядерное оружие, и на фоне таких разговоров, мне кажется, все равно, хочешь не хочешь, но связывается, нет? Ну, психологически и политически, да, наверное. Но дело в том, что вот в Украине, против Украины или против какого-то иного потенциального противника, Россия предполагает, ну, как я понимаю, наверное, есть такие планы, по крайней мере, об этом говорят, значит, использовать тактическое ядерное оружие небольшой мощности, ну, для того, чтобы, как я предполагаю, даже не в военных целях, а для того, чтобы подавить волю к сопротивлению. Вот если, скажем, против небольшого города будет использовано боеприпас, ну, скажем так, типа, по мощности примерно похожий на то, что было брошено на Хиросиму, это может, то есть, как рассчитывают, наверное, российские генералы и политики, это может привести к тому, что воля к сопротивлению будет подавлена и Украина вынуждена будет капитулировать. Но я-то думаю, что этого не произойдет, по крайней мере, политики и военные в Украине, они говорят, что это только вызовет уже интенсификацию войны до такой степени, что она будет перенесена на территорию России. Ну, в общем, отрицают вот такую вот модель Хиросимы, если можно так сказать, потому что в Хиросиме, после того, после бомбардировки Хиросимы, ну, Япония, в общем, капитулировала. Но в Украине к этому готовятся, и я думаю, что капитуляции не произойдет. Ну, дай Бог, чтобы не было этого. Юрий, если можно, давайте вернемся к вопросу об интенсификации войны, если я правильно цитирую украинскую сторону. Просто буквально на днях я говорила с другим военным экспертом, Олегом Ждановым, который представляет условную украинскую сторону, и он всячески отрицает. Он говорит, что Украины просто нет таких ресурсов, чтобы вести нападающую войну, атакующую войну, в общем, чтобы как-то, в свою очередь, перейти в наступление на Россию. Вот такой у вас заочный спор получается, чтобы вы ему ответили? Нет, у нас спора нет. Я очень уважаю высказывания и оценки Олега Жданова. Это действительно очень квалифицированный специалист. Дело в том, что у Украины действительно не хватает пока тяжелых вооружений, то есть танков, боевых машин, пехоты, дальнобойной артиллерии, авиации, для того, чтобы вести большую наступательную войну, перейти в контрнаступление, освободить оккупированные территории. Это факт. И в какой мере поставки оружия из рубежа, из Соединенных Штатов, из Великобритании и так далее, могут компенсировать нехватку этих вооружений? Ну, рано или поздно, конечно, компенсируют, но вопрос тут во времени. Теперь, что касается переноса войны на территорию России, то тут скорее можно говорить о действиях диверсионных групп, там, создания каких-то партизанских отрядов и так далее. Ну, в ответ на ядерную бомбардировку действительно такого можно ожидать. Но это не контрнаступление в таком классическом военном смысле. И тогда последний вопрос, уточняющий, если можно. Если мы предположим, что Украина перейдет в наступление, у нее будет все оружие, необходимое для этого, как вам кажется, сможет ли дальше Запад ее поддерживать? Или это уже будет исключительно война Украины против России? Насколько я понимаю, политику и заявления, политику Запада, заявления политических лидеров Соединенных Штатов, Великобритании, да даже и других лидеров других стран европейских, которые занимали всегда, в известной мере занимают и сегодня, такую более сдержанную линию, стараются как-то вернуться, в общем, к политическому регулированию и так далее, то сегодня было, сегодня уже ясно, что весь так называемый коллективный Запад говорит о необходимости ведения военных действий до победы Украины. И, соответственно, готов, по крайней мере на словах, значит, готов снабжать Украину необходимым для этого вооружением и военной техникой. Вопрос в том, что такое победа. Это для России, кстати говоря, для Украины тоже. Что такое может означать победа? Значит, для Украины программа «Максимум» – это освобождение всех оккупированных территорий, включая так называемое Ордло и Крым. Но если говорить о западной позиции, то я предполагаю, что это скорее выход на ситуацию 23 февраля. То есть, сохранение в некотором качестве, непонятно в каком статусе Крыма и Ордло, значит, Крыма в составе России, а Ордло в виде некой якобы независимых, таких государственных или квази-государственных образований. Но это вопрос пока открытый, тут есть разные точки зрения. А для, ну, на мой взгляд, программа «Минимум» для Украины, по крайней мере, так об этом говорят руководители Украины, это выход на линию 23 февраля. Вот это можно считать победой. После этого можно вести переговоры о каком-то перемирии, урегулировании и так далее. Ну, пока переговоры, насколько я понимаю, застопорены. С другой стороны, идут, ну, такие, я не знаю, опосредованные контакты, потому что, ну, я имею в виду прежде всего Мариуполь, потому что российской Минобороны там время от времени ставят какие-то ультиматумы условия. Вчера полк Азов в какой-то мере отозвался на это и сказал, что готов покинуть Азовсталь, но не как ему предлагается сдаться и выйти без оружия, а вместе с оружием, вместе с ранеными, с телами убитых, вот. И, ну, то есть выйти и покинуть. Насколько я понимаю, такое, ну, предложение не то, что не может устроить российскую сторону, в принципе, оно, ну, оно, как мне кажется, сделано просто из того, чтобы показать, что у бойцов остался боевой дух там, и что ежедневно, мне кажется, показывают, показывают видео из Азова, видео о представителе Азова, которое они из Мариуполя присылают. Это такое очередное из них. Ведь не может, не могут российские войска выпустить кого-либо с оружием. Ну, на мой взгляд, Владимир Путин дал четкое указание, четкий приказ сравнять с землей и уничтожить, уничтожить защитников, защитников Мариуполя. Судя по тому, как ведет себя российская армия. С другой стороны, Россия не может игнорировать международное давление, давление в том числе стран и лидеров, которые считаются, ну, если не союзниками России, то, по крайней мере, не врагами, такими, как Соединенные Штаты и так далее. Вот в этой связи часто называют турецкого руководителя президента Эрдогана, которая пытается найти какой-то способ решения этой проблемы. Да, для защитников Мариуполя неприемлема, как я понимаю, сдача в плен. То есть, выход без оружия, ну, на каких-то условиях непонятно, и причем непонятно, куда конкретно их могут выпустить россияне. Значит, но вот российская политика, она как бы балансирует между двумя вот этими крайностями. С одной стороны, необходимость учета позиции посредников, а с другой стороны, приказ Путина вообще все сравнять с землей. Еще хотел спросить, что означает замена командующего псковскими десантниками? Вот, Владимир Путин сменил накануне. Ну, я думаю, что это связано с тем, что псковские десантники, в общем, не показали той боевой выучки, которую от них требовалось, и которую они обещали. И вообще, есть неподтвержденные слухи, туманные о том, что происходят какие-то замены, то ли замены, то ли аресты в российской военной иерархии. Но это, повторяю, неподтвержденные никем сообщения. А что касается псковской дивизии, туда она не блестяще выступила в ходе первой фазы операции, понесла серьезные потери. Но обычно после этого меняют командира, командира с тем, чтобы, ну, как-то показать неудовольствие со стороны высшей власти тем, как ведет себя это соединение. Понятно. Спасибо большое. Благодарим Юрия Федорову, военного специалиста, который каждый день выходит и рассказывает нам о том, что происходит, и заодно дает свои комментарии. Спасибо большое. и заодно дает свои комментарии. Аплодисменты. Спасибо.